Сегодня у нас 31 августа 2016 года. Это поселок Потеряевка. Мы находимся на бывшем доме Павла Тихоновича Лапкина. Сейчас он Никиты Андреевича Колесникова. Здесь до сих пор мы работаем уже сколько дней. Он залазил, отпилил ветки, я их вытаскивал, чтобы они не торчали, не мешались. Тут еще осы на меня нападают, что-то вдруг. Вот и курочки тут у нас работают. Они любят, где вот мы работаем, там и они всегда находятся. Потому что мы досочки поднимаем, сервичков много под досочками. Особенно после дождя. Вот идут дальше. Вон роют уже себе яму тут. А потом они там сидят, бывают яйца откладывают. Вот уже сколько материалов разного. Где пилить, где на строительство еще пригодится на первых порах. Вот так вот. Ой. Слава Богу. Вот здесь вот кирпича мы наложили. Который еще пойдет в эту кирпичку. Где-то там какой-нибудь. Кирпичики. Здесь уже цемент старый принесли. Тоже уйдет в дело. Снова смешаем и отлично будет. Здесь вот пробили уже под отмазку. Будем заливать. Весь кирпич у нас ушел. Сюда ломаный. Здесь вот. Там вот Никита работает у нас, брат наш. Удолбит мелкий кирпич. И потом я утрамбовывал. Вот так вот. Вот иначе у нас что-то сидит. Вот. Вон идет Исааки Устинов с тележкой. Иначе, а что вы делаете? Что-то босиком. Что делаю? История целая. Ходил сейчас черемуху там подрезал. Она там зашла. А она ветками где земли коснулась, а там приросла. Ну ножовкой приходится прям землей пилить. Ну и сапоги-то как ботфорты. Попал туда сущок. Ну колет. Я его вытащил. И вот больно кольнуло. Один раз потерпел. Второй раз кольнуло больно. Вот все красное. И когда третий раз уже кольнуло, да как одно и то же место колет. Рядом где-то. Ну пошел вот сел на эти. Давай. Это мои дорогие носки. Залез со своими перчатками туда. Носки не стал. Это. Вот. Оса. А там гнезда разные. Ну еще ос много. Да еще иду на веранде у скворечника. Оса. В баню пошел. Осинное гнездо и шершни. Шершни. И здесь. Ой-ой-ой. Да это меня оса три раза колола-то. Ээээ. А курица стоит рядом. А курица не поймет в чем дело. Подошла. И мне давай вот сюда вот в ногти клевать. Ну экзотика сплошная. Представь себе. Оса кусает. Заползает. Я ее вытряхнуто из досков. Втряхнул. А она полетела. Пока я там это на сута рот-то разлил. Смотрю. Курица подошла меня. Расплюла. Ну вот этого интересно. Вот. Если бы человек. Ну просто жил один. То он ничего бы не знал. Вот. Есть такая картина. Анкор. Еще анкор. Это. Одинокий какой-то улан. Он опять лягушку тащит. Лягушку пошла. Поперла. А я да еще видел. А они. Главное. Им самый спортивный интерес. Бежать. Поймала она. Там. Нашла какие-то мощи. Крысы старые. Или что. Тя тащит. А видимо сухое. Все за ней. Она их бросила. Следующая взяла. Бросила. Бросила. А остальные бегут. Которая бежит. Перехват. И она. Ну ничего там нет. И никто ничего не клюет. Там есть-то нечего. Там уже. Ну. Истлевшие мощи-то. Или труп-то это. Крыса или там большие. Не знаю. Что-то такое большое. А может хомяк какой. И вот. Хотел картину сказать. Анкор еще. Одинокий улан. Никого нет. Он один. Собака прыгает у него через препятствия. Анкор еще. Анкора-то и есть еще. Он даже этого не знает. Ну-ка. Хватай ее. Фас. Ну. Фас-то и есть. Хватай. В переводе на русский язык. Фас отхватать. По-немецки. Там. Видимо по-французски. Уж не помню я где-то. Я разбираюсь сейчас там. И вот. Черебуха. Не пролезешь. Все это приросло. Да. Сколько территорий пропадает. Но Китаю ни метра не отдавать крещат. Пусть они мучаются в своем многолюдстве. А мы в своем гордом одиночестве. Никому ничего не дадим. И нас говорит на колени не поставишь. А сам в луже лежит. Его нельзя поставить. Он падает. Но все это вспоминаю. Мне так интересно. Сегодняшний день такой. Никогда такого не было. Чтобы оса заползла в носок. И кусала там. А я бы вновь внимания на нее. Так привык уже к этому. Там колет. Тут колет. Дальше цемент несем. А мешок прорвался. И внутрь цемент сыпется. Русские ваньки. Дальше смотрю. Вот это вот. Ну это зерносклады были. И повалившиеся. Я взял лопату. Начал ее копать. Она вот так вот стоит. Вот так вот. Начал ее выкапывать. Потом вот так что-то зашел. Сюда-то взглянул. А там вторая такая же. Вон где палатка-то. Я тогда стоп. А уже выкопал наполовину. Так это же у Павла. У него здесь палисет был. Палисет. И теперь ту надо мне выправить. Я эту выправил. Не стал выкапывать. Вторую выправлю. Ну и здесь какую-нибудь мощнейшую такую жерчь. Ну сантиметров 20-18. Протянем. Чтобы скотина не подходила к дому. Нельзя. Это священное место. Дальше. А вот эти три мощных. Вот я сейчас покажу. Какой он большой. Вот так мешает мне тут. Струминг мешает. Вот смотри. Я обхватываю ее. Так это я не внизу. Вот внизу-то вот. Вхватываю. Вот. Сколько не хватает. Это метла. Ну это маленько, наверное, поменьше будет. Вот смотри. Вот я сейчас ее обхвачу у корня-то. Ну почти такая же. Так они ровесники. И третья такая же. Оказывается, в первый год, в 91-м году, батюшка когда приехал, и Павел. Они здесь на ровном месте решили сделать большой ящик для цемента. Машину привезли. Вот они закопали четыре столба. А там четвертый, и на кверх ногами. И вот такие деревья выросли. А тут больше ничего нет. Они ответлы отрезали, вставили. У нас там, когда выкопали, раздевалку сделали. Поставили три столба. Большие три дерева выросли. На куче, тут куча глины, бульдозер выносил. И вот я поставил два столба, колокол повесил. Ну, баллон кислородный-то. Два дерева выросло. Как говорится, оглоблю посади, вот такая телега вырастет. Это до чего плодородная? Я осенью посмотрю, а высоко, ну, метра, наверное, если так, два, ну, метра почти три с половиной, куча, высота четыре. И на ней огромные тыквы. Я говорю, а что вы тут посадили? Да кто ее садил? Шелкали семечки-то, и бросали, видимо, не сощелканное. А матушка вышла, плеснула, и вот такие тыквы наворочила. И такую землю не любить. Идут в этот город, где все асфальтом покрыто. Я вот к одним приехал за границу. Наши, нашинские, здешние. И там какой-то, не знаю, как бы пустырек маленький. И он посадил там, я не знаю, помидоры или еще спрятаны, ниоткуда не видать. Там палить боится, наверное, днем. Ну, чего смеяться? Там еще и не вырастет. И у нас, посмотри. У меня сестра Валентина, вот живет, в прошлом году у нее арбуз. Вот такой арбуз закатило, я говорю, что он отдельно растет. Да их садил, я говорю, так вижу один, такой замухрышенный. Я размахнулась его выбросить, а подумал, да-да, я в землю толкнулся. Толкнул, и он такой выворотился. Понимаете, вот куда ни глянь, все красиво, все интересно. Это наша родная потеряка. Вот на этом месте стоял дом отца нашего. Отец как начнет рассказывать, мы же маленькие не понимали. У отца вот так в руки не было спромт, и десять ребятишек, десять. Мы пасли, не как сейчас, по полдня, полдня, потом другой. Вот мы выгоняли, еще везде снег, маленько-маленько где-то протаяло, и загоняли, когда полностью снегом покрыта была земля, осенью. И поэтому новое поколение, это не такое. Они мало того, до обеда, еще разбили на два часа, чтобы телевизор смотреть. Скотину совершенно не любят, не знают, и крутят на одном месте. Хотя она и без молока, вымя пустое, ну и что? То есть, хуже безбожников. Мы ездили где, в Армении, ездили там, какие-то горы, в разные страны. Так солнце, еще не взошло, чуть-чуть светает, а уже мужчины возвращаются, скотину отогнали, где пастух. Он там ждет их, а они выгоняют. А в другом месте едем, уже на закате солнце, они все еще пасут. А вот, прикиньте, сейчас вот, в семь часов, в девять еще сумеречно, в семь уже у нас загоняют. Днем загоняет скотина, на обед, четыре часа, с двенадцати до четырех, в стайке стоит. И хватает скотине. Я одновременно говорю, что богатый, и что не любит. В мире так люди не живут. Люди живут в будущем, стараются. Кто лучше устраивается в жизни, пятерочники или троечниками? Ну, придумали, что троечники лучше. Да они не лучше. Дело в том, что если он работал, вот надо сказать, с трудом давалось, а он на пятерки тянул, вот это работник будет. То есть, особыми талантами не блистал, он привык трудиться, добиваться, потеть, ищет новые выходы, это навык идет. А который этим не занимался, ему вроде дается спрос, спроса нету. А нам как-то было стыдно. Отец, помню, как-то выпили там мужикам, а у меня, сыновья, там, хотел сказать, орлы, да, говорит, такие ослы. Ну и засмеялись все. Вот вроде бы, помним, просчитаем, а я не один раз просчитаю, а два раза. Отец говорит, как просчитает, так и расскажет. Не тут-то было. А мне это уже запало, значит, я отца не должен подвезти. Маленький-маленький, еще первый-второй класс сходил. И вот все это, работаем здесь. В этом месте мы сегодня первый раз ребята унесли отсюда все. Здесь всякое железо, все было 20 с лишним лет. 25 лет, можно сказать. И сегодняшний день, 31 августа, первый раз тут вот так идешь и не спотыкаешься. Сейчас вот как-то разобрать надо и из-под ног убрать вот это. Вывести куда-то, подальше туда, перед домом сделать чисто. Этой технике не надо. Ну а как это удастся? А с чего начал? Что-то на червемаха работал. Дальше что? Оса укусила. Куда не пойду, курицы за мной. Они знают, что тут червей много. Я везде доски поднимаю. А так бы рассуждали, границ-то не было. Ну нет границы. Все. Каждый приходит, живет где хочет. Раньше так было. Как-то бы на людей смотрели и думали, сегодня одна ко мне зашла какая-то там Айша или кто. Я мусульманка. Но я все время смотрю ваш видеоканал. Мне очень нравится. Вы молодец. Вы молодец. То есть это уже похвала. Мусульманка. Я уж не скрою, что я люблю мусульмана. Мне они очень нравятся. Одеяне нравятся. Не в плохом. Вот они там есть такое все в белом, синие фартуки, горный ручей течет. Все они одеты, как наши женщины, девушки. Потом, не по-сарабрящески, пол головы раскрыто. Это без платка считай. И все платья длинные. Ну, не могу я себя сдержать, чтобы не улыбнуться. До чего же это красиво? И кто-то это придумал. Их там больше, кажется, десяти. И кто-то руки опустил в речку. Ну и наши выйдут. Не наши, я имею в виду, какие-то русские. Да что там полуголые? Как американские женщины написали. Какие-то ты счастливые мусульманки. А нас, говорит, раздели. Мы никому не нужны. Стоит бабка там, брюки, скорчужилась, крючок. Ты посмотри. Вот мы ездили по Турции. Я знал, что турки очень трудолюбивые. Но когда там увидал, по Турции мы проехали с той стороны Черного моря, не зря им дают олимпийский комплекс и строить и прочее. С турками надо дружить. Турки хорошие. Как они к нам там относились, когда мы ехали. То есть в Стамбуле когда были. Ого, вообще. И вот куда не посмотришь, надо учиться. Конечно, мы имеем что дать. Не сегодняшняя пьянь подзаборная, а какой русский человек был талантливый. Как он далеко шел, осваивал земли. И всем хватало места. Ну, все, пока. Ой!